Здравствуйте! Почему могут возникать прыщи в период беременности? На какие косметические средства стоит обратить внимание? Какие лечебные препараты разрешается применять, если в период беременности возникли прыщи? Чего категорически делать нельзя? Безусловно, вопрос здоровой и чистой кожи один из самых важных для многих людей. И если, так скажем, в обычный период нашей жизни нам доступен огромный арсенал и выбор различных косметических и лечебных средств для того, чтобы лечить акне, то в период беременности, к сожалению, не все так просто. Я уверена, что многие сталкивались с порою просто феноменальным очищением кожи с наступлением беременности, когда до этого заветного периода они просто никак не могли избавиться от прыщей. И, конечно же, я уверена в том, что те, кто никогда даже и представить себе не мог, что такое внезапно выскочивший прыщик на носу перед важной встречей или свиданием, вдруг в период беременности сталкивается и знакомится с угревой болезнью, акне или прыщами в полной мере. Почему так происходит? Мы с вами прекрасно знаем, что период беременности – это огромные гормональные изменения, происходящие в нашем организме. Какие самые главные гормоны отвечают за появление угревых высыпаний на лице? Это гормоны, которые обладают андрогенным действием. И среди них – прогестерон. Именно прогестерон всецело и полностью отвечает за сохранение беременности, за ее нормальное течение, за здоровье будущего малыша и, конечно же, мамы. В период беременности, естественно, повышается не только уровень гормона прогестерона, но и эстрогенов. Но все вместе это создает самые такие главные предпосылки для того, чтобы, к сожалению, на лице могли появляться прыщики. Что делать? Конечно же, я не рекомендую пытаться лечиться самостоятельно, так как я уже говорила о том, что не все лекарственные средства разрешаются применять, использовать в период беременности. Некоторые лекарственные средства могут навредить. В первую очередь, обязательно покажитесь доктору-драматологу для того, чтобы вместе подобрать то наружное лечение в зависимости от того, какое количество у вас угревых высыпаний, где они располагаются и так далее. Очень важный момент обратить внимание на ваш косметический уход, то есть обычный уход. Чем вы умываетесь? Как вы очищаете кожу? Используете ли вы скрабы, какие-то агрессивные средства для очищения? Давайте сейчас я вам буквально приведу самые главные примеры, самые главные пункты, факты, которые мы должны с вами соблюдать для того, чтобы ваша кожа в период беременности оставалась максимально чистой и здоровой и для того, чтобы снизить количество угревых высыпаний. Без косметического ухода, заметьте, ни в коем случае нельзя. Мы не должны ожидать какого-то волшебства от косметических средств, которые мы приобретаем на полочках обычных магазинов, либо аптек, которые предназначены для ухода за кожей с угревыми высыпаниями. Но мы должны понимать, что если уход будет агрессивный, неправильный, то мы только будем усугублять проблему. Итак, самая первая главная ошибка, которую совершает большинство, в том числе и беременных, начинают активно подсушивать угревые высыпания, нанося различные спирты, протирая лицо хлоргексидином, перекисью водорода и так далее. Этого делать ни в коем случае нельзя. Как и использовать салициловую кислоту на все лицо. Вот точечно, если вдруг вы видите, что где-то созревает гнойничок, его нужно максимально быстро постараться подсушить, то мы можем нанести гнойничок на ватную палочку, ватный диск и аккуратненько точечно обработать этот созревающий элемент. Но ни в коем случае нельзя как лосьончиком, как тоником протирать лицо и еще к тому же и утром, и в обед, и вечером. К сожалению, такую ошибку делает большинство беременных. Ведь согласитесь, мы хотим подсушить. А кто как ни хлоргексидин и кто как ни салициловая кислота, способную максимально высушить нашу кожу и убрать такой нам ненужный, надоедливый жирный блеск и большое количество выделяемого кожного сала? Нет, они только пересушат кожу. Да, сперва. Ну, например, где-то в течение двух-трех недель вы будете замечать, как все ваши прыщики так волшебно начинают подсыхать, не появляются новые. Но спустя месяц-полтора на лице у нас после ежедневного использования в качестве тоника или лосьона хлоргексидина, перекиси водорода, мирамистина или салициловой кислоты, либо еще какой-либо другой кислоты, борной и так далее, на лице начинают появляться подкожные болезненные высыпания, которые длительно не созревают, которые болят просто даже при прикосновении, а не красного такого цвета. Никак невозможно от них избавиться. Всему этому виной такой вот агрессивный уход. Поэтому однозначное нет. Не менее важно, как мы будем умываться. Категорически не рекомендую применять для очищения кожи хозяйственное, дегтярное мыло, либо любое другое мыло. Мыло особенно хозяйственное, особенно дегтярное, это щелочь. Оно нещадно разрушает, повреждает гидролипидную мантию, в результате чего кожный покров становится чувствительным, очень ранимым, агрессивно способны реагировать на все вокруг и, как следствие, на лице прыщей будет еще больше. Обязательно заменяем мыло специальными, самыми нежными очищающими гелями, пенками для умывания, которые способны максимально нежно очистить кожу и, естественно, предотвращать появление угревых высыпаний. А теперь давайте рассмотрим, каким должно быть ваше очищающее средство, гель или пеночка, если вы столкнулись с проблемой угревых высыпаний в период беременности. Вода не в состоянии удалить все излишки пыли, грязи и кожного сала. Именно поэтому нам и нужны специальные очищающие средства, но и к ним мы должны предъявлять особые требования. Желательно, чтобы PH таких средств был нейтральный. Как правило, многие производители указывают PH 5,5. Это ни в коем случае не должно быть мыло хозяйственное, дегтярное и так далее. Это обязательно должен быть правильно подобранный гель для очищения кожи. Внимательно всегда смотрим на состав. В составе желательно, чтобы не было агрессивных таких поверхностно очищающих компонентов, как, например, лаурилсульфат натрия. Установлено, что лаурезсульфат натрия обладает меньшим раздражающим действием. И если мы видим его в составе нашего очищающего средства, то сразу за ним должны следовать самые мягкие компоненты. Как, например, кокоамидопропилбетаин. Ищите, чтобы следующий ингредиент заканчивался на бетаин. Коко-гликозид, чтобы заканчивался следующий ингредиент на гликозид или ид. Либо, например, кокоамидопропилбетаин или ацетат. Хорошо, если будет в составе концовочка ацетат. Ну и, конечно, здорово, если в составе вашего очищающего геля будет цинк, будет пантенол, будут всевозможные натуральные экстракты. Например, экстракт зеленого чая. Самое главное, правильно применять очищающий гель. Используем его утром и вечером. Продолжительность очищения с помощью геля должна быть не дольше одной минуты. Наносим. В течение 30 секунд мы аккуратно массируем лицо, уделяя особое внимание сиборейным зонам. И смываем обычной водичкой. После чего аккуратно промакиваем лицо одноразовым полотенчиком, либо самым мягким хлопчатобумажным полотенцем. Еще одна, самая главная ошибка, которую совершают большинство беременных женщин. И даже, когда они не находятся в период беременности, но страдают проблемой акне, это начинают агрессивно скрабить кожу. Покупают различные вот эти вот скрабы с абразивными этими косточками грецкого ореха, скорлупы, абрикосовыми косточками. Иногда даже применяют кофейный скраб. Ни в коем случае, если на лице есть хотя бы один гнойничок, и вы будете наносить скраб, то вот эти вот абразивные частички будут травмировать ваши гнойнички и разносить инфекцию по всему лицу. То есть, казалось бы, мы делаем добро для нашей кожи, мы начинаем ее активно отшелушивать, но наоборот, именно вот эти абразивные частицы ее еще больше повреждают. Конечно же, вы у меня спросите, чем же заменить тогда скрабы? Заменяем пилингами, обычными гелевыми пилингами, которые легко можно купить на полочках косметических магазинов. Они не отрывают чешуйки поверхностной эпидермиса, они аккуратно размягчают связи между ними, в результате чего поверхностные, уже отмершие клеточки кожи способны лучше и быстрее обновляться, нежно, аккуратно, без вот этих агрессивных действий и воздействий. Конечно же, не забываем о питании. Все-таки это не косметический уход, но не могу об этом не сказать, так как у нас с вами тема акне в период беременности. Установлено и доказано, что избыток молока, сладостей и фастфуда способен активировать работу наших сальных желез, в результате чего они вырабатывают больше кожного сала и, как следствие, на коже образуется больше угревых высыпаний. Это не значит, что мы в период беременности должны отказаться от такой вкусной ароматной булочки, от стаканчика молока или йогурта. Все должно быть в меру. Не 5 булочек каждый день, а хотя бы 1 булочка. Не целый литр молока в сутки, а хотя бы полстаканчика. Во всем, вы со мной согласитесь, должна быть мера. И теперь я бы хотела рассказать вам о том, какие же все-таки наружные лечебные средства разрешено применять в период беременности, если вы сталкиваетесь с проблемой угревых высыпаний. Уже установлено и доказано, что наружное применение кремов с азолаиновой кислотой – это лечебный препарат, с бензоилпероксидом, с эритромицином, клиндомицином – это уже антибактериальные компоненты – можно использовать в период беременности. Но, пожалуйста, помните, если мы для лечения угревых высыпаний применяем наружное средство с бензоилпероксидом, с азолаиновой кислотой, то обязательно защита от солнца. Все средства антибактериального действия наносятся точечно, в состав которых входит клиндомицин, эритромицин. И длительность применения таких средств не должна превышать полтора месяца. Почему это важно и почему нельзя все 9 месяцев лечить угревые высыпания с нанесением антибактериальных препаратов, например, с эритромицином или клиндомицином? Дело в том, что повышается чувствительность нашей кожи и формируется резистентность нашей бактериальной флоры, а на нашей коже существует огромное количество полезных бактерий к антибактериальным применяемым наружным препаратам. Не бойтесь, в кровь они не проникают, именно поэтому эти препараты разрешаются применить в период беременности, но дольше полутора месяцев их использовать категорически не рекомендуется. Ну и конечно же, я рекомендую однозначно, если вы столкнулись с проблемой акне, включить в ваш еженедельный уход специальные дополнительные средства, а именно маски. Обязательно, пусть это будет одна масочка с глиной, я очень люблю рекомендовать для проблемной кожи с акне и особенно в период беременности маски с белой глиной. Она всегда действует очень нежно, хорошо адсорбирует излишки жира и даже помогает избавляться от черных точек. Конечно же, здесь нам в помощь еще зеленая глина и голубая глина. Вторая масочка, которая обязательно должна быть в вашем уходе, если вы столкнулись с угревыми высыпаниями в период беременности, это обычные увлажняющие маски, лучше всего тканевые. Они, как правило, пропитаны огромным количеством пантенола, глицерина, различные экстракты ромашки, трав, алантаин, которые максимально способны увлажнить кожу. Ведь если вы к тому же применяете и наружные лечебные средства, то кожа будет пересушиваться, даже если мы с вами правильно ее очищаем, тонизируем и увлажняем. Я уверена, что такие, казалось бы, простые, но очень важные способы ухода, факты ухода помогут вам как можно быстрее и эффективнее справиться с проблемой угревых высыпаний в период беременности. Итак, если вы столкнулись с проблемой прыщей, акне, угревых высыпаний в период беременности, не отчаивайтесь и не расстраивайтесь. Не забывайте правильно ухаживать за кожей, избегать всех агрессивных методов и способов очищения кожи, о которых мы с вами говорили. Обязательно при выборе лечебного средства консультируйтесь с вашим доктором-драматологом. И я уверена, что все это вместе поможет поддержать вашу кожу и как можно дольше оставаться ей ровной, гладкой, чистой и красивой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok